Конец календарной зимы в Сибири ознаменовался традиционными сретенскими встречами православной молодёжи. С 19 по 21 февраля этого года они прошли в шестой раз. В день открытия в Соборе Рождества Христова при Новокузнецкой духовной семинарии почётный гость форума епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий возглавил служение молебно перед началом всякого доброго дела, а затем в ходе пленарного заседания обратился к его участникам с приветственным словом. Поздравляю всех собравшихся с праздниками, Днём Православной Молодёжи и Сретения Господня. Отданно видеть молодых людей, собравшихся в зале, всех тех, кто нашёл время и возможность прибыть на форум. Ваше присутствие означает, что современная молодёжь неравнодушна к будущему своей страны. Она стремится к духовному совершенству. Новое поколение ищет правильные пути и нравственные ориентиры в сложной, а порой жестокой современной реальности. В наш век материального изобилия в обществе всё острее чувствуется духовная пустота. И чтобы её заполнить, люди потянулись в православные храмы. И это не только старшее поколение. Сегодня уже никого не удивляет, что в жизни приходов принимает участие большое количество молодых людей. Господь, по слову Евангелия, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Желаю всем продуктивной работы и оживлённых дискуссий, мудрости, терпения, творческих успехов. Призываю на всех благословения Божия. В Новокузнецкой духовной семинарии встретились 50 лидеров православных молодёжных клубов и скаутских отрядов из Кузбасса, Новосибирской, Томской, Омской областей, Красноярского края и Республики Алтай. Не секрет, что молодёжное служение сегодня претеревает определённые изменения. И от нас, от молодёжников, во многом зависит сегодня будущая церковь. Поэтому особый взгляд тем людям, которые на приходах, в благочиниях занимаются, на мой взгляд, очень важным и насущным вопросом – это создание нашего будущего молодёжь церкви. Это завтрашняя церковь. Именно поэтому сегодня, конечно, с ними нужно поговорить о самых разных вещах. Здесь и вопросы педагогики, здесь вопросы и организационные, здесь и совместные проекты, и обмен опытом, как говорится, и на людей посмотреть, и себя показать. То, что обмен опытом остро необходим, доказывает хотя бы тот факт, что далеко не при всех приходах к работе с молодёжью целенаправленно ведётся. Вообще у нас нет работы молодёжной на приходе. Ну вот мы собираемся, это только начинаем. На приход сбросили нам файл, в котором вот говорилось, что Сретенские встречи организуют, ну и батюшка он благословил, чтобы вот мы поехали с Анютой. Ну надо с чего-то начинать. Пока чтобы мы послушали, поняли для себя, что нужно, какие-то направления. Для меня вот важно, допустим, как вот для моей души, чтобы у нас вот именно миссионерская деятельность развивалась. Вот, может быть, это направление я как, ну не то, что там возглавлю, но буду вот как в этом участвовать. Храм Святой Мученицы Варвары. Мы провели первое собрание, на котором постановили организовать молодёжный клуб. И мы решили, чтобы для того, чтобы его организовать, отправить сюда кого-то поучиться. Этим человеком оказалась я. С чего начать? Как организовать мероприятие и правильно осветить его в СМИ? По каким критериям оценивает работу молодёжного отдела епархии синодальный отдел? Какими качествами должен обладать лидер? На эти и десятки других вопросов и призваны отвечать подобные встречи. Опытом делились на лекциях, мастер-классах, семинарах, которые проводили и представители научного сообщества, и лидеры православных молодёжных движений. Я очень надеюсь, что многим сегодня понравилось на форуме те педагоги, которые были специально приглашены. Один из них Анастасия Николаевна Кошечко из Томска, Томского Тойп-Кро, очень известный преподаватель, доктор педагогики. Она сегодня говорила очень много о тех ценностях, которые должны воспитывать сначала молодёжные лидеры в себе, а потом воспитывать среди молодёжи. И я надеюсь, и многие ребята приедут в свои епархии и обязательно воплотят. Организация досуга. Вот сюда относятся дискуссионные клубы, творческие вечера, спортивные программы. Сейчас, кстати, это очень популярно, когда один приход против другого прихода футбол играет. Но только организационные или методические вопросы далеко не самое главное, что должно волновать и волнует нынешнюю молодёжь, считает Анастасия Кошечко. Человек сталкивается с вопросами такого мировоззренческого плана. И эти вопросы, они требуют только чёткой личной позиции. Потому что пока ты сам внутренне, ценностно не определился, то, безусловно, вот это содержание ты просто не сможешь не транслировать, не показывать. Потому что люди всегда безошибочно указывают. Сам ты веришь в то, что ты говоришь, сам разделяешь эти ценности. Мне кажется, что у молодёжных лидеров, у них есть в этом плане такая глобальная перспектива такого хорошего внутреннего ценностного роста, возможности общения. Потому что на приходах сейчас действительно есть потребность в объединении молодёжи, единомышленников, возможность разговора о тех вещах, которых далеко не всегда и не с каждым человеком человек может обсудить. Особенно молодой человек. О том, по каким критериям синодальный отдел по работе с молодёжью оценивает работу лидеров молодёжного движения, рассказал Андрей Труш. Критерия всего три. Количество и качество молодёжных проектов, изменение количества молодёжи на приходе и число воцерковлённых. Это цель. А средства можно использовать самые разные. Представители клуба «Рубикон» для людей с ограниченными возможностями из Прокопьевска, например, поделились собственным опытом организации такой формы работы, её плюсами и минусами. Протоиерей Сергий Семиков и Евгений Кобяков провели мастер-класс по созданию информационного повода и рассказали, под каким соусом подавать новость, чтобы на неё откликнулись журналисты. Мастер-класс по туристическим навыкам, тренинг на сплочение команды, познавательный конкурс или викторина, беседа о нравственности или по краеведению, экологический десант и так далее и тому подобное. То есть, понимаете, новость о том, что молодёжный клуб сходил, пожарил шашлыки и с удовольствием их съел, она не очень презентабельна для широкого круга общественности. На сайте такая новость не может появиться. Зато она может появиться в том случае, если мы к ней прибавим информационный компонент, который достойный внимания всей широкой общественности. Как я сказал, например, сходили на шашлыки, но не ради шашлыков сходили, а ради того, чтобы провести тренинг на сплочение команды. Вы пишете, например, анонсную новость, что-то будет. Вы хотите пригласить, например, журналиста, для того, чтобы он приехал и поснял ваше мероприятие. Если вы пришлёте ему невнятный, безграмотный этот пресс-релиз, вот это информационное сообщение, журналист даже его читать не будет. Для того, чтобы он его открыл, этот релиз, его нужно зацепить, должен зацепить интересный заголовок. Какое будет заголовок, произвести от вас. То есть, это должна быть, берёте лимон, нажимайте на него, очисляйте о шкурке, нажимайте на него, сок потёк, вот этот сок – это заголовок ваш. Отличительная особенность Сретенских встреч – ни одна из них не была пресной. Отличительная особенность встреч этого года – тематика. В 2016-м на первый план вышла тема, которая волнует мир сегодня – информационная безопасность и всё, что с этим связано. Вторая особенность – это то, что форум однозначно становится всесибирским, и многие планы, изначально рассчитанные Андреем Трушем на отдельно взятый регион Сибири, похоже, будут реализованы сообща. Третья особенность, которую я бы особо выделил, на которую также влияет всё то, что происходит вокруг нас, это одна из тем сегодняшнего форума – это военно-патриотическое воспитание молодёжи. В силу того характера и той информации, которую мы из средств массовой информации сегодня получаем, тема патриотики и личного отношения молодого человека к своей родине становится всё более актуальна. И не зря в рамках этого форума, я думаю, что многим ребятам понравился мастер-класс по организации Братства православных святопытов, которые очень широко развиты в Русско-Православном Церкви. Мероприятия подобного рода хороши тем, что их завершение – это всегда начало. Начало новых совместных проектов, новых достижений и, как следствие, всё новых и новых встреч. Я очень рада, что у меня появилась такая возможность сюда попасть. Честно говоря, я получила здесь намного больше, чем я ожидала, потому что я думала, что это будет какое-то достаточно официальное мероприятие с какими-то, возможно, глубоко научными выкладками. Но не более того. Конечно, мы получили очень хороший материал с научной точки зрения, но, кроме того, существует такая вещь, как духовная атмосфера. И вот эта атмосфера, которую я здесь испытала, которой я прониклась, это намного важнее, намного серьёзнее и намного ценнее. И это ещё одно неофициальное, специально непланируемое, но такое важное достижение с рейтинских встреч, достижение, которое из года в год становится всё более притягательным для постоянных и потенциальных участников мероприятия. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова